Меркель в Германии сидела между всеми стульями. Кто хотел, может в ней видеть зеленого канцера, кто хотел, мог в ней видеть красного канцера, кто хотел, мог видеть в ней либерального канцера, но где-то она тоже всем пыталась выглядеть тоже и консерватором, то есть черным канцером, если взять краски. И она мастерски это делала, но в первую очередь она делала это, чтобы усидеть, чтобы держаться за власть. Ее за это немцы, и мы переходим сейчас к другой аргументации, за это ее и полюбили. Называли ее Мути и мамочка, которая следила за благозостоянием Германии. Многие немцы говорят, что при Меркель жизнь была лучше, чем при Гельмуте Коле или при Шрёдере. Во всяком случае, она справилась с кризисами и с финансовым кризисом, который мог очень больно ударить по Германии. Она как-то смогла высидеть даже в миграционном кризисе. Он стал более незаметным в Германии. Она, в принципе, вывела Германию достаточно успешной из этой пандемии коронавируса, потому что смертных случаев у нас в Германии было гораздо меньше, чем в окружающих нас странах. Поэтому это не Меркель виновата, что христианская демократическая партия потеряла вес и фактически одну треть своих, а может быть, даже половину своих потенциальных избирателей. Это время просто пришло это. Но Меркель виновата, конечно, в том, что сегодня из той христианско-демократической партии, движение, которое она когда-то унаследовала у Поля, она ее превратила в такой компот, где каждый мог для себя найти, что нужно. В конечном итоге, я должен сказать, это не оправдалось, потому что люди начали говорить, что зачем выбирать христианско-демократическую партию, этот компот, если можно также выбрать социал-демократов опять, и нам не будет от этого хуже. Для нее самое важное свое наследство. Она закончила красиво, или думает, что красиво закончила, конечно, свою политическую эру, 16 лет. Она хочет красиво войти в историю, как немецкий канцлер, при котором немцам жилось лучше, чем при Коле, еще при других канцлеров. Вот это и важно. А что будет потом, я не знаю. Я не думаю, что ей все равно. Но с другой стороны, она особенно не делает для того, чтобы спасти репутацию христианской демократической партии.